В селе Кызылсай, где проживает около 8 тысяч человек, нерешенными остается ряд вопросов в самых разных сферах. Так, если один участник поднял вопрос отсутствия внутрипоселковой дороги, то другой заявил о повышении тарифа на свет. Почему антимонопольный комитет необоснованно повышает тариф учреждения Мангастау-Жарык? Стоимость электроэнергии выросла, стоимость транспортировки растет. Для этого мы подали заявку в антимонопольный комитет. Они рассматривают, для разъяснения населению проводятся публичные слушания. Но этот вопрос еще не решен. На встрече сельские активисты обратили внимание Акима на качество зданий, возведенных в последние годы. Сельчане отметили и неважное состояние клиники. Вызывает критику и малое количество общественного транспорта. Работа по санитарной очистке населенного пункта. Жители обратились к властям с просьбой решить возникшие проблемы. Прошу построить за счет бюджета следующего года в селе около 20 километров асфальтированной дороги. В частности, нужна дорога для сел Мишет и Южный. Всего в четырех селах. Хоть и говорят, что асфальт дорогой, но для Мангистау прокладка асфальта легкое дело. Подадим бюджетную заявку на строительство дороги с проектной сметой 6,2 километра во время уточнения следующего года. По программе АОЛ Ельбесега планируем проложить дорогу на 10 улицах села Хазалсай. Таким образом, в следующем году мы асфальтируем 86% дорог села. Услышав об отсутствии поддержки предпринимателей, глава региона отметил, что на субсидирование общественного транспорта в год выделяется 6 миллиардов тенге. Это будет выгодно как индивидуальным предпринимателям, так и населению. Нурлан Агаев сообщил, что вопрос увеличения количества общественного транспорта будет рассмотрен. Кроме того, в рамках программы АОЛ Ламанатте планируется увеличить средства на поддержку предпринимателей. Асиль Канширова, Саламат Тавмуринов, Дидар.